МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Накануне трехвекового юбилея в библиотеке имени Горького открылась экспозиция исторического пути прокуратуры. Простые правила. Как уберечь наших детей от ковида? Пандемия не щадит даже самых маленьких. Голоса знакомы с детства. Известные артисты озвучили книгу рязанской писательницы. 12 января 2022 года у прокуратуры России круглая дата. 300 лет с момента создания ведомства Петром I. Этот день еще называют знаковым в контексте развития российской государственности. В честь юбилея на площадке рязанской библиотеки имени Горького появилась специальная выставка, главная идея создания которой – масштабное представление исторического пути надзорного ведомства. Валерий Седов оценил экспозицию. В зале Горьковской библиотеки ветераны рязанской прокуратуры и действующие сотрудники. Кителя первых украшают ордена и медали. Другим же такие награды только предстоит заработать за свою службу. Да и сегодня можно буквально пропитаться историей ведомства. В преддверии трехсотлетия прокуратуры в библиотеке открылась памятная выставка. Сегодня на выставке, которая открывается в настоящее время в библиотеке, представлены книги, материалы из личных фондов наших сотрудников, как действующих, так и пенсионеров, вышедших на пенсию, на заслуженный отдых. Посетители библиотеки могут ознакомиться с форменным адмонтированием. Здесь также представлены материалы на разных носителях из фондов музея прокуратуры Рязанской области, коллекции библиотеки имени Горького, ресурсов президентской библиотеки. В начале мероприятия показали и исторический фильм о ведомстве, как оно формировалось, какие этапы прошло и какие ценности удалось сохранить. И с теми веками нашей истории, истории нашего ведомства, которые в принципе и привели к формированию той прокуратуры, в которой мы сегодня с вами работаем, можно ознакомиться благодаря этой экспозиции. Но хочу сразу ответить, как бы не трансформировались наши полномочия, как бы не изменялась наша компетенция, всегда оставалась наша ключевая задача. Это защита прав граждан. Выставку организовали силами сотрудников библиотеки и ведомства. Вместе же подбирали необходимые экспонаты. Книги памяти, фотоальбомы, раритетные экспонаты, любительские фото и видеоматериалы из жизни прокуратуры. Мы смогли оцифровать первый топ книги памяти, который представлен здесь в экспозиции. Остальные книги находятся в работе. И по мере готовности мы сможем вам их передать. Екатерина Романовна, примите, пожалуйста, вот эту книгу памяти, оциклованную в библиотеке имени Горького. Выставка будет работать до 11 января. Посмотреть ее может любой желающий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Воровство канализационных люков в Рязани приобретает масштаб коммунального бедствия. За последние два месяца в городе украдено по меньшем мере 175 чугунных кругляшей, принадлежащих водоканалу. Впрочем, в городской администрации уже нашли решение проблемы. Тотальное воровство чугунных люков в Рязани привело к тому, что власти решили кардинально изменить ситуацию. Теперь у злоумышленников пропадет всякое желание совершать подобные противозаконные действия. За прошедшие два месяца все пропавшие люки уже были заменены на новые, выполненные из других материалов. Уже проработан вопрос, и мы приобретаем крышки не чугунные, а из железобетона, которые, как правило, используются на зеленых зонах, и приобретаем крышки на полимерной основе. Они используются на внутриквартальных территориях. Это сведет к минимуму воровство, потому что данные материалы не принимаются в пунктах черного металла. Поэтому надеемся, что с использованием данных материалов кражи будут минимизированы. Нынешние крышки для сдачи в пункты металлоломы непригодны. Впереди масштабное обновление всех колодцев в городе. Примечательно, что канализационные крышки зачастую воруют даже не на окраинах, а на центральных улицах города. А вот сообщают о происшествиях в основном неравнодушные рязанцы. В первую очередь нужно обращаться в диспетчерскую службу водоканала. Это 4101-25, 4101-26. Наш сменный инженер примет данную заявку, выйдет бригада на место и определит принадлежность к колодцу. То есть оперативно он будет накрыт. В случае, если неизвестно, к какой из организаций принадлежит открытый колодец, необходимо сообщить о пропаже люка в городские службы. Все выходы на поверхность расположены на инженерных коммуникациях. Они могут относиться к теплосети, электрическим сетям, газовым и другим службам. В администрации города определяют, кто ответственный за конкретный колодец, и ситуация будет исправлена. Чем скорее будет установлена новая крышка, тем в большей безопасности будут рязанцы. Все колодцы, они разной глубины. Есть немного мельче, есть глубже. Но в любом случае, каждый открытый колодец, он опасен для людей. Особенно это в темное время суток и вблизи жилых массивов и соцобъектов. Там, где большое скопление жителей, детей, подростков. Те, кто пытаются делать деньги на воровстве чугунных люков, делятся на две группы. Это сами похитители и сотрудники пунктов приема металла. Мало того, что эти люди являются преступниками и должны нести уголовную ответственность за свою деятельность, кажется, их совсем не интересует, что в один из случайно или намеренно открытых колодцев может упасть, например, их собственный ребенок. И смогут ли они, глядя в глаза родственникам погибших в коммунальных ловушках, сказать что-то вроде «это просто бизнес, ничего личного». Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В советском районе Рязани оперативники УГРО регионального управления МВД совместно с силовиками из ФСБ накрыли целую фабрику по производству поддельных документов для легализации мигрантов. По подозрениям в совершении криминальных деяний задержали двоих уроженцев Средней Азии – мужчину и женщину. Задержание производили, что называется, прямо средь бела дня. Кроме поддельных чеков и бланков, как считают стражи порядка, вот эти люди фиктивно прописывали нелегалов в так называемых резиновых квартирах. То есть находите людей, которые согласны прописать? Да. В этом офисе все это происходит? Ну да. Поддельные документы. Что поддельные документы? Ну, есть один парень, он помогает людям. И нам этого приходит, люди поможут. Я с ним встречу, они там делают. Подделывали документы, да? Да, да. Какие? Этого. А? Час этого бланка. По версии полицейских, с мая этого года по настоящее время они привлекли к противоправной деятельности более 20 собственников жилых помещений. С их помощью соучастники эффективно поставили на учет свыше 130 иностранцев. В данной квартире ты чем занимаешься? В данных квартирах занимаюсь чеком. Что значит занимаешься чеком? Изготавливаешь чеки? Да. Для кого? Для людей. В руки оперативников попали не только средства изготовления поддельных документов, но и дневники учета поступлений. Средняя стоимость одного документа 400-500 рублей. Судя по этим кадрам, кто-то даже брал оптом. В офисе, где проходили встречи с клиентами и по местам жительства, задержанных изъяты клише, печати российского банка и две печати многофункционального центра с признаками подделки. Также электронное оборудование для изготовления и печати платежных квитанций об оплате патента и иные миграционные документы. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанная полицейскими женщина отправлена под домашний арест. Мужчина в СИЗО. Сейчас полицейские ищут возможных соучастников организации незаконной миграции. С появлением новых штаммов коронавирусной инфекции, главное наше богатство, дети, стали более уязвимыми. Врачи всего мира не перестают говорить о простых правилах безопасности. Герман Гущин все записал по порядку. В начале пандемии, когда ковид-19 только появился, дети им почти не болели. Но вскоре, по словам врачей, ситуация изменилась кардинально. С появлением новых штаммов инфекции, молодое поколение стало болеть все чаще. Сейчас самый сезон острых респираторных заболеваний. Среди детей на отсутствие запаха и вкуса могут пожаловаться в основном подростки. Малыши никогда не заявляют о потере вкуса и запаха напрямую. Иногда сами родители замечают, что у ребенка немного изменились вкусы, ухудшился аппетит. К тому же потери обоняния часто появляются не сразу, а уже после пика заболевания. Симптомы эти не специфические и невозможно по отдельным симптомам точно определить, ковид это или какие-то другие вирусные инфекции. Может быть насморк, заложенность носа, кашель сухой, чуть позже влажный. Обращать внимание нужно на те симптомы, которые могут привести в дальнейшем к резкому ухудшению состояния. Это касается не только ковида, а вообще любых инфекций у детей. Прежде всего, если ребенок очень вялый, если он не встает, лежит, несмотря на то, что температура невысокая, если он отказывается от еды и питья. При появлении первых признаков рекомендовано незамедлительно обращаться к врачу и вызвать скорую помощь. Врач-педиатр рассмотрит ребенка и назначит ПЦР-тест. Лечение ковида у детей не отличается от лечения других ОРВИ. Терапия обычно направлена на облегчение симптомов болезни и предупреждение ее дальнейшего развития. Чтобы не заболеть, нужно соблюдать очень простые правила. Во-первых, нужно сказать, что специфическая профилактика пока в нашей стране есть только для взрослых. У нас зарегистрированы вакцины для взрослых. Сейчас проходят клинические испытания и вакцины для детей. О чем нужно помнить? О мытье рук, часто мытье рук, особенно после посещения общественных мест. Нужно научить детей не трогать нос, не трогать рот, вообще лицо во время посещения общественных мест. Нужно помнить о том, что при чихании, при кашле прикрывать нужно нос и рот свой, при этом лучше использовать платочек. По общероссийской статистике, у половины из всех заболевших ковидом детей ярко выраженных признаков ковид-19 не было. Еще 39 были с умеренно тяжелой симптоматикой. У 6% больных детей болезнь имела тяжелый характер. Особенно опасным коронавирус является для детей первого года жизни, потому что иммунная система малышей, как известно, еще слаба. Поэтому внимание и чуткость. Главные помощники родителей при появлении первых тревожных симптомов. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Книгу рязанской писательницы озвучили известные российские артисты. Речь идет о произведении Татьяны Бадаловой «Чудо не носит колокольчики». Почему голосами сказки стали знаменитости и что это за проект? Валерий Седов. Остров был небольшой и уже на следующий день Эмма знала, что лес здесь нет. Не встречали их и в городе. И тогда девочка решила пойти на хитрость. Это фрагмент сказки «Чудо не носит колокольчик». Рязанской писательницы Татьяны Бадаловой. Произведение озвучили известные артисты. В этом эпизоде, например, «Голос Сергея Безрукова». Сказки также читают Михаил Боярский, Николай Фоменко, Екатерина Андреева. Все они друзья писательницы. Татьяна рассказала, что выбирала актеров не просто так. Акцент был на тех, кто разделяет общие ценности проекта сказки «Лисьего острова». Историях о доброте и великодушии. В первую очередь, наверное, эти сказки посвящены и обращены к детям, у которых есть какие-то нарушения. То есть особенным детям, детям с эмоционально-волевым нарушением, с каким-то. Отторгаются обществом, так или иначе. Прямо или завуалировано. Эти сказки должны помогать им верить в то, что они нужны, востребованы. «Чудо не носит колокольчик» – это первое произведение арт-проекта «Сказки Лисьего острова». Речь в ней идет о семье из трех человек. Мужчины по имени Ян и двух его приемных детей – Эммы и Оливера. Мальчик начинает сильно болеть и справиться с недугом ему поможет лишь чудо. Это чудо и решают сотворить Эмма вместе с Яном. Презентация произошла еще в сентябре в оффлайн-формате. Тогда работу нельзя было обсудить с детьми. На открытом показе в библиотеке реакция зрителей была куда очевиднее. А здесь у меня получилось посмотреть именно на глазки детей. Очень внимательные были. Или даже взрослые дети у нас там присутствовали, которые тоже были очень внимательные. Не заглядывали в телефоны даже, что характерно сейчас, мне кажется, для современной молодежи. Поговорить с ними, правда, и на этот раз не получилось. После презентации дети отправились на мастер-классы по рисованию песком. Сейчас Татьяна активно работает над двумя следующими сказками цикла. Вторая уже на финальном этапе и существует в двух разных вариантах. Третья – в процессе озвучки. И каждая сказка, как, впрочем, и весь цикл, посвящены самопожертвованию, великодушию и силе воли детей. Татьяна Бадалова в этом твердо убеждена. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. С 29 ноября по 4 декабря свежий улов прямо с кончатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца – все от производителя. Уличная площадка торгового центра «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин